И вот такой у нас открывается вид. То есть вот этот дом, который сейчас строится, он вот эту боковинку, скорее всего, закроет нам. Но при этом... Отсюда не закроется. Да, у нас останется вот такая панорама на Сарпе. И она достаточно широка. Отсюда мы можем увидеть расстояние, получается, вот по этой улице. Ну и, собственно, вот и море. Я говорю, тут около 600 метров. По гугл-картам, если верить. Но пешком 5-7 минут, я считаю, что это вторая линия, это прям хорошо. Хочется узнать, есть ли у вас какие-то подарки для моих подписчиков. Я очень люблю подарки. Да, будет подарок и секретное слово. Сегодня я нахожусь на уже известной площадке. Рядом с Батуми-Вью этот комплекс мы снимали здесь 1300-2600 стоимость квадратного метра. А пойдем мы сегодня вот в тот комплекс, который виднеется вдалеке. Вон он. Называется он Анде Тауэр. 17-этажный дом. Находится уже на 13-м этаже. В феврале они обещают запускать на ремонт. Достаточно интересная цена за квадратный метр. В целом они предлагают ремонт и под ключ. Ну а подробности мы узнаем уже, когда будем на месте. По расстоянию до комплекса я могу сказать, что здесь вот получается это место для проведения массовых мероприятий. Отсюда уже прямой проход к морю. Вот из этой точки до туда идти где-то от 6 до 8 минут. Если спокойным, неторопливым шагом. Дорога достаточно прямая. Вот мы сейчас подойдем к дороге. Там будет пешеходный переход. То есть до моря там за 6-8 минут пешком дойти. Я считаю, что это вообще не проблема. Но дом находится на второй линии. И именно поэтому ценник там существенно отличается от тех домов, которые находятся на первой и нулевой. Я думаю, что это будет интересно и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения купить квартиру чисто для себя. Ну а пока я иду, немножко поговорив в камеру, расскажу. Метро Сити Групп, они подняли вот еще два дома рядом с Метро Сити. Торговый центр у нас находится в той стороне. Его видно отсюда. Там же находится казино Эклипс. Здесь у нас достраивается достаточно большое количество комплексов элит-класса. Вот здесь будет строиться Орби. Ну и получается на задворках Орби там следующей линии. Кстати, вид на море все еще сохранится. У них, конечно, он будет не такой шикарный, как с первой линией. Но тем не менее, вид на море там будет. И будет вид на горы, и будет вид на Сарби. А из некоторых квартир его даже в ближайших лет 8-10 не смогут закрыть. Здесь автобусная установка находится вот прямо вот тут вот. В обратную сторону она находится, на той стороне дороги. Общественный транспорт ходит по этой улице Леха и Марии Кочинских. И по параллельной улице Григола и Лява, кстати, как раз я вот. Григола и Лява, она такая маленькая, достаточно улица. То есть он не очень шумный, но при этом он ходит и там, и там. Если мы рассматриваем именно вот этот комплекс, это интересно. Более того, за комплексом находится школа. И, кстати, насколько я знаю, во всех, по-моему, грузинских школах есть возможность учиться русским детям. Преподавание там используют и английский язык, и грузинский, и русский. Ну, в принципе, по-русски здесь почти все говорят. Поэтому школа прямо за дому. Для жизни, в принципе, неплох. Единственное, что по инфраструктуре, в гипермаркеты ездить, конечно, все равно в Black Sea. То есть я просто живу в этом районе, я узнаю. Ездить надо в Black Sea. Но я не теряю надежду, что они в Эклипсе, наконец, возле Эклипсы, наконец, откроют торговый комплекс. У них какие-то были неполадки в этом году. И они закрыли продуктовый магазин. Большой гипермаркет. Я надеюсь, что они его скоро откроют. И тогда, в принципе, пешком можно будет из дома ходить до гипермаркета. Это будет занимать это 10 минут, 12 минут пешком. Вот у нас прямая дорога от Батуми-Вью до комплекса Анде Тауэр. Ну, отсюда, я говорю, мне где-то уже минут пять, наверное. Увидел красивый кадр через пальмы на комплекс. Здесь идет коммуникационный ров. Что-то прокладывает с коммуникацией. Судя по толщине, это кабель. Усиление электрического кабеля. Видимо, дополнительные электрические мощности еще подводят. Ну, вот и сам дом. Газификация в районе есть. То есть, он будет с хорошим отоплением. Жилой квартирный дом. Стоимость квадратного метра достаточно невысокая. Особенно по сравнению с первой линией здесь же. Маленькая зарисовка. Как очешуительно в Адлее в ноябре. Вот тот дом, про который я сегодня снимаю репортаж. А это мы идем просто по улице. Мандариновые деревья. С большим количеством мандаринов созревающих. Чуть-чуть дальше у нас поспевшая хурма. Но это вот, получается, участки чьи-то. А вот тот соседний с хурмой, он уже не чейный. И на нем девочка прям с коробками собирала хурму. Хурма, кстати, очень сладкая. Очень вкусная. И крупная такая. То есть, не дичок, а прям то, что можно с удовольствием кушать. Продолжаем беседу по поводу площади инфраструктуры. Значит, квартир сколько еще раз в комплексе? В комплексе будет 272 квартира. Будет тоже первый и второй этаж будет коммертический площадь. Здесь будет магазинный инфраструктура. Тоже будет сад наш. Этот тоже качели для детей. Детская площадка. Да, 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 детская площадка тоже будет. И бассейн еще и на крыше. Да. А вот теперь самый такой интересный вопрос. Сколько будет стоить содержать бассейн на крыше? Еще этой информации нет. Ну, предварительно есть какая-то, может быть. Ну, по-моему, 20 лари будет каждый месяц, чтобы оплатить им. А, содержание бассейна 20 лари. То есть, это условно 6-7 долларов в месяц за пользование всеми проструктурой комплексы. Отлично. А коммерческие этажи, которые будут первые и вторые, что значит на них будет находиться? Что у вас запланировано? Здесь будут магазины или кафе, рестораны, фитнес, сауна. Тоже будет, да. Я понял. А это будет квартирный дом или это будет апарт-комплекс? Это жилой комплекс. Жилой комплекс. То есть, статус квартира получается. И фактически, в первую очередь, имеет смысл рассматривать для продолжительного пребывания. То есть, там, ну, для себя, да, условно говоря. Да. Управляющая компания будет ваша или вы будете нанимать какую-то управляющую компанию для содержания этого комплекса? Вы так погрустнели. Нет пока такой информации? Нет, у нас такая информация. Понятно. Что ж, минимальная площадь, как вы упомянули, 29 квадратных метров. 27 квадратных метров. Давайте посмотрим на планировку. То есть, я ее сюда пододвину. Сейчас я вот возьму камеру. Мы потихонечку поснимаем планировку. Все квартиры будут видны на море. Я, с вашего позволения, встану так справа от вас. Значит, это у нас планировка от спового этажа. Отлично. Где самая маленькая площадь? Вот здесь. Да. А море? Море вот сюда. То есть, получается, весь комплекс смотрит на море. С какого этажа комплекса открывается вид на море? На этом. Да. С третьего этажа уже видно. С третьего этажа уже видно море, да? Так, 69 самая большая. И, опять же, квартиры можно между собой объединять. Насколько я понимаю. Тут они идут в основном как студии. Ну, чтобы сделать там однокомнатную, двухкомнатную. Эти студии можно между собой склеивать. Плюс вот эти, скорее всего, они с видом на горы, да? У нас идут. И у нас в Адре очень. Это тоже видно море. Ну, горе и море. Да. Это Насарпе, кстати. Вот это, скорее всего, самое интересное, потому что Насарпе. Самое интересное, да. Вот это только один квартир, только видит на горе. И отсюда тоже море и горе. Ну, да, потому что полукругом идет Батуми. Я понимаю, да, о чем речь. Хорошо. И теперь самое интересное. Сколько стоит квадратный метр в вашем комплексе? Квадратный метр начинается до 400 долларов. И максимальную сумму 550 долларов. Это черный каркас. Да, 400-550 долларов, да, черный каркас. Я правильно услышал? Да, да, да. А сколько стоит самая дешевая квартира в вашем комплексе? Самая дешевая квартира, которая, получается, площадь умножить на стоимость за квадратный метр. 400 долларов. 400 на 29, правильно я понимаю? 400 на 29 это где-то около 12 тысяч долларов. Да, да. Хорошо. И когда все это великолепие сдается? В каком году? Это в феврале. В феврале этого года? В феврале. Вы будете запускать уже на ремонты? Мы сможете уже начать ремонт, да, в феврале. Хорошо. А тогда такой вопрос. Получается, ремонт можно будет начать уже. Что-то я сам заинтересовался. Так, хорошо. Я просто сейчас как бы еще одну квартиру еще. В феврале можно будет заходить на ремонт. И какое расстояние от комплекса до моря? Вот от моего дома получается солявый я посмотрел по картам около 700 метров, да? Но немножко надо еще обойти. А здесь где-то метров 600, по-моему, да, если так смотреть? Да, от моря наш комплекс максимум 300 метров. Больше нет. Гугл-карты говорят больше 600, мне кажется. Не, ну я посмотрю по картам, еще сравню. Здесь, ну, до него идти, наверное, сколько? Минут 7, 8, 10 пешком. Так сильно не торопясь, если. А можем на месте посмотреть квартиры, посмотреть из них вид? Да, 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 конечно. И обсудить уже такие технические вопросы. Конечно. Так, мы зашли. Смотрите, сейчас жилой и пятый фактически, потому что первые два коммерция. То есть здесь у нас лифтовая шахта. Это один лифт. А сколько лифтов будет? Три лифта будет. Три лифта на 17-квартир на этаже, да? Это очень хорошо. Это у нас получается... Это 27 квадратный. Это маленькая студия 27 квадратов с видом на море. Я буквально на один этаж выше бы взял, на самом деле. Вот, чтобы чуть-чуть выше этой крыши. Вот, смотрите, самолет. Вид. Да. Вид из этой студии, он вот такой. В целом, очень хорошо. Но вот, единственное, что вот этот комплекс, который строится, он вот этот кусочек закроет. Это очевидно. Дорога у нас, она вот здесь под домом. И она идет напрямую уже на улицу Леха и Марии Качинских. Это студия. Вот эта студия стоит, еще раз, по 400 долларов. Да, 400 долларов. 412 тысяч долларов стоит эта студия. Хорошо. Мы поднялись на 9 этаж, чтобы немножко захватить вид. Пойдемте, пройдем, наверное, как. Здесь нет перегородок, поэтому более просторно все. Так. И вот такой у нас открывается вид. То есть, вот этот дом, который сейчас строится, он вот эту боковинку, скорее всего, закроет нам. Но при этом... Отсюда не закроется. Да, у нас останется вот такая панорама на Сарпе. И она достаточно широкая. Отсюда мы можем увидеть расстояние, получается, вот по этой улице. Ну и, собственно, вот и море. Я говорю, тут около 600 метров. По гугл-картам, если верить. Ну, пешком 5-7 минут, я считаю, что это вторая линия, это прям хорошо. Да, да, это вторая линия, да. Теперь об увеличении стоимости. Мы пока поднимались, с вами говорили. То есть, с каждым этажом... 10 долларов добавляется. К цене. Да. А при этом все квартиры на этаже стоят одинаково. Да. Замечательно. Пойдемте посмотрим большую планировку с вами. И вид на горы отсюда, кстати, тоже очень потрясающий. Я не могу не обратить на это внимание. Может быть, и не нужно море с такими-то горами, да? Вот здесь у нас получается... Они уже немножко заснежены с той стороны. Вот здесь такая хорошая панорама на Адлию и на горы открывается. Отлично. Пойдемте в большую планировку. Так, три лифта на 17 квартир. Ну, это так прям жирненько, хорошо. Аккуратно. Это, по-моему, этот лифт самый большой будет потом. А, даже так? Так, вот смотрите. Это два лифта. Да. И третий. А, вот здесь два больших лифта. Да, да, да. И там третий маленький. Отлично. Отлично. Мне все больше и больше нравится. И в феврале уже можно заходить на ремонт. Это прям замечательно. Вот это квартира большой планировки. То есть мы находимся вот здесь. У нее балкон выходит так, что с него будет видно и море, и гору. Квартира будет отдельный балкон. То есть условно, если мы берем, скажем, на 10 этаже квартиру, или там на 13, на 14, она будет по 500 долларов за квадрат. 65 квадратов. Здесь легко спланируются две отдельные спальни. Вид на море будет вот такой потрясающий, бомбический. Вот такой, вот такой. И плюс еще будет вид на горы. Причем мы находимся в Адлии. Здесь такой бешеной стройки. Дальше первой линии пока еще нет. И, в общем-то, мне самому нравится вид, да, из моего. Здесь больше строительства не будет, потому что там GGI аэропорт, и поэтому меня нет. Да, я знаю. Вот я вижу, что здесь по уменьшению они даже уже по этим домом пошли. Этот дом последний, он уже ниже. А этот вот максимальной высоты, который в средней есть. Отлично. А вот здесь у нас какая площадь у квартир будет? Здесь будет 68 квадратных квартир. То есть вариант такой, допустим, если на 13 этаже, ну, если под сдачу, да, условно говоря, хочется взять себе квартиру. Берем ее с красивым видом на море, на 13 этаже будет стоить она 500 долларов, скажем, за квадратный метр. 30 квадратных метров, 15 тысяч долларов. А вы предоставляете услуги ремонта под ключ? Если клиент хочет, да. Да. Хорошо, а сколько это стоит? Ремонт под ключ в минимальную сумму начинается на 100 долларов квадратных. 100 долларов с квадратного метра. Да, начинается. Ну, как клиент хочет это, с мебелем или как? Нет, я имею в виду с материалом, ремонт без мебели. С материалом без мебели? 100 долларов это ремонт работы, чисто, да, вы имеете в виду? То есть, застройщик предоставляет ремонтные работы, а материалы клиент берет на свое усмотрение, там, ну, там, от 70 до 300 долларов. В зависимости от того, там, золотые будут унитазы, не золотые. Хорошо. А услуга вот именно с ремонтом мебелью под ключ, есть какая-то цена? Да, есть, и каждый квадрат добавляет 250 долларов. 250 долларов, то есть, 350 долларов, это получается вообще уже полностью с мебелью, с ремонтом, совсем-совсем. Хорошо, это хорошая цена за ремонт и мебель под ключ, потому что самая дорогая, которую я знаю, это, по-моему, 500, я встречал. Ну, в Орби, по-моему, еще даже дороже, если я не ошибаюсь, у них получается. В Орби, да, получается. Нет, ну, я как верхнюю планку, да, для сравнения. Вот у нас комплекс, который я не так давно снимал. Это Бат Тауэрс. Бат Тауэрс? Нет, я про следующий комплекс говорю. Я забыл, как он называется. Батуми Вью, по-моему. Батуми Вью, точно, вот. Он находится на нулевой береговой линии, стоимость квадратного метра, там, вот, 1300 долларов до 2600. Ну, так, для сравнения, то есть, расстояние буквально плюс 500 метров от моря, а стоимость за квадратный метр уже, так, в пять раз, как бы, подросла. Вот, поэтому, как альтернатива, вот, тот, кому, ну, не принципиально прям сразу выходить в море, может рассмотреть что-то более экономическое. Какие у нас будут соседи, давайте посмотрим. Вот это, насколько я помню, немецкая инвестиционная группа, Хах, да, по-моему, строится? Это, да. Это здесь будет гостиница, этот, пятый звездочный гостиница, и там построят Орби. Вот там следующий проект начинает Орби, да, вот на той линии, получается, оно будет здесь. И, фактически, у нас, с учетом вот этой двойной застройки, море будет видно вот в этой части, его будет видно в просветы. Ну, оно будет вот между зданиями, условно говоря. Опять же, Орби еще даже не начал строиться. И здесь у нас вот тоже очень большое количество комплексов, которые застроены. Ну, в целом, очень интересно, по местоположению прям очень интересно, я вам скажу. Настолько интересно, что я сам заинтересовался. Вот, хорошо. По ценам мы обсудили, есть ли у вас какие-то условия рассрочки? Да, конечно, есть. Если клиент, допустим, положить на 30%, рассрочка будет максимум 30 месяцев. 30 месяцев? Да. То есть еще и на три года можно рассрочку сделать? Да, два с половиной. Два с половиной года. Замечательно. Так, в общем, нам очень трудно было сформулировать, но сформулировали мы это так, что подарки для подписчиков канала Александр Шур, Слава Богу, есть, да? Да, есть. Вот, для того, чтобы, да, для того, чтобы им воспользоваться, нужно произнести секретное слово. Если кого-то интересует секретное слово при покупке апартамента в этом комплексе, просто напишите мне на WhatsApp, я поделюсь этой информацией без проблем с удовольствием. Спасибо вам большое за информацию, которую вы нам дали. Желаем вам хороших, добродушных и дружелюбных клиентов в большом количестве. Спасибо, спасибо.